МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Сашином автодоме вот такой замечательной компанией мы отправились на рыбалку. Так, Саша, первый пилот, я второй. Ну, держись, судак, вперед! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Глубаки какие-то неугомонные. Они всегда, когда приезжают, пытаются усовершенствовать берег. Поэтому мы сейчас выравниваем, чтобы идеальный горизонт. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем доброго дня! Меня зовут Сергей Лю, я вообще-то здесь уже находимся второй день. Это Копчегайское водохранилище, это в начале ноября. Сегодня ветер. Мы выехали как бы по приглашению наших друзей. И выехали на судака. И с приманкой вот, с весом где-то 15 грамм. Само угрозило, вот. И вот мы раннее утро начинаем рыбалку. А так, по характеру рыбалки здесь, конечно, разительно отличается. По сравнению, допустим, с Якутией. Мы были в прошлом году в Якутии были. Весенний период мы ездили туда на рыбалку, на таймене, с целью ловить трофейных тайменей. И попутно там ленок шел, щука большая была у нас. Что рассказать по Якутии? Там рыбалка очень такая активная, спортивная, можно сказать. Потому что там только на спиннинг. Рыбачили мы там группой 6 человек. В основном там рыбалка была на мыша. И иногда, где были более такие течения большие, там мы ловили на блесна. Нертушки, блесна. Ну, грамм они были где-то по 10-15 грамм. Ну, в итоге рыбалки у нас что получилось в Якутии? Мы были выше реки Алтан. На этих реках, горных реках, полностью был склав на расстоянии, где-то в день по 5-6 до 10 километров сплавлялись. И с дальнейшим подъемом таймень шел активно в утреннее время. А вечером, если погода позволяла, затишкой воды было, тогда мы ловили на мыша. Либо таких, настоящей воде. Ну, когда мы подводишь таймень к берегу, мы, как правило, снимали на видео, потом взвешивали, фиксировали вес полностью. И, соответственно, мы отпускали. Потому что это как краснокнижная рыба. И это считалось, когда спортивная рыбалка, поймал и отпустил. Ну, в итоге мы взяли где-то около 30 рыб, вытащили. Максимальный вес, это примерно у нас около 30 килограмм было. 29, 28-29 килограмм таймень было. Ну, и взрослые таймени, как правило, они ходят парами. Где поймаешь одного, там и надо сразу закидывать и второго вылавливать. Кроме таймень у нас попадался ленок, хариус. Но ленки там большие. Ленок где-то 2-3 выходило. И щуки у нас были там трофейные большие. Мы его взяли где-то тоже за 20 килограмм был. Были щуки хорошие были. Вот за период май месяц мы пробовали там где-то 8 дней рыбалки. Рыбалки, сплава. За 8 дней группа наша не встретила ни одного рыбака в это время. Такие места там очень красивые и дикие места. Добираться, конечно, там проблема была в виде того, что никакой транспортной схемы нет отработанной. Там только либо авиация помогала нам, либо водным путем. Но водным путем выходило так, что очень далеко. И, соответственно, времени тратили топлива очень много. Поэтому приходилось лететь на самолете. А далее уже двигались мы же по воде. Рыбалка в Якутии считается одним из лучших по отношению к таким рыбам, как речной тигр таймень. Потому что ребята наши, до нас группа ловила таймень в районе 40 килограмм. Ну, конечно, мы такого не поймали, но, конечно, бы хотелось повторить туда поездку опять. И именно за трофейным тайменем. Вся красота рыбалки на таймене, конечно, считается, конечно, подвести к берегу. Как правило, они рвут наши лески, плетенку рвет. Ломали удилище, концы удилища ломали сильно. Даже не знали, там какой вес был. И вот очень заманчивая рыбалка там и красивая. И считается он как бы речной тигр. Один из таких хозяев рек севера. Мы как-то ездили тоже в район севера, крайнего севера. Это район Чакурдах. Это выход на Ледовитый океан. Это река Индигитка. Было года четыре назад. Нас было двое отсюда, из Казахстана. Двое из Казахстана было. И мы ездили туда по приглашению наших друзей. И мы поехали на ДСО. Это дикий северный олень. Это традиционная северная охота. У них, как правило, они охотятся в весенний период, когда идет миграция. И мы ездили где-то в середину мая. Это как первые льды уходят с рек Индигитки, уходят на открытое море. И мы от населенного пункта ушли на открытое море, вышли через реку Индигитка. Это где-то километров сто. И, соответственно, выходом на открытое море мы прошли по торосам, ближе к этим ледяным торосам, прямо в море, в открытое. И проплыли где-то около 150 километров и зашли в другую реку. И там мы охотились на дикого оленя. Мы были, пробыли там около 10 дней. Охота такая своеобразная. Но там местные охотятся там каждый год. И, ну, они, как правило, охотятся тоже в это же время. И вот по приглашению были. Ну, что сказать, там охота такая суровая. И условия, конечно, там, как таковых и нет. Палаточная база у них на катерах, под большими ветрами, потому что там открытые места, там никаких лесопосадок нету, там даже кустов нету. И все это время под ветром в палатке мы жили. Ну, охота она такая вот интересная в плане того, что никаких там засидок, там загонов так таковых нету. Там просто самое главное, зоркие глаза были и бинокль, чтобы было. И мы, как правило, на возвышение составят одного человека дозорного. Он выглядывает всю равнину, тундру. И когда идет миграция, он сообщает остальным своим охотникам. И, соответственно, все садятся на технику. И идет уже, начинается охота. Мы там пробыли, получается, около 10 дней. И за все это время ребята нам все организовали очень хорошо. Но они знали, что мы с теплых краев Казахстана. Но все сделали очень красиво. И было очень приятно с ними походиться. Местное население живет только за счет рыбалки и охоты. Но, конечно, в населенном пункте есть администрация, которая работает за ротоплате. А основное население работает так, обслуживанием. Это отопительный сезон у них так, конечно, есть. Зима у них длинная. И, как правило, там все это очень сурово. А мужское население, как правило, охотится и рыбачит. В весенний период они занимаются промысловой рыбалкой. Конечно, это все у них по закону. У них берут какие-то квоты на рыбалку и охоту. И у них есть именно такие естественные холодильники. Прямо под землей там вечная мерзлота. А свыше одного метра там идет чисто лед. И они там рыбачат. И то, что нарыбачили, они все замороженную рыбу складируют в пещерах вот этих ледяных. Я там был, там глубиной под землю уходит около трех-четырех метров. Надо спускаться как колодец. А внутри они вручную все выкапывают. Кирками, лопатами все это вытаскивают все наверх. И там у них прямо огромные склады ледяные. И туда все складывают. Летний период все сохранить. И у них, как правило, рыбы там идут омуль, чир. Эта рыба, они, как правило, когда зимой открывается дорога, зимник, они отправляют в более большие города. И заготовкой они занимаются, вот, соответственно, то, что я говорил, дикого оленя. Заготовка у них уйдет, ну, как правило, в майское время, начало мая. И заканчивается где-то в конце мая, в начале июня. И они заготовки занимаются, потому что они уходят очень далеко. И им не позволяет этот грузоподъемность вот этих катеров. Они могли бы и больше взять, но ввиду того, что далеко ехать, и не все, как бы, мотор у них, корпуса набирается. Берут только по 6-7 оленей, тушат, ложат, и этого хватает. Потому что добираться до тех мест очень далеко, хотя я вроде дикий север, по моим понятиям думал я так, что выехал, и везде там все есть, как вот в зоопарке. Но это далеко не так, оказывается. Это надо куда-то ехать, чтобы это добыть, что-то выловить, что-то поймать. Это все сложно. Поэтому местное население там такие ловят, там очень трудоемкие и опасная охота, рыбалка, конечно, у них очень суровая. И эвены есть, которые живут отрядом, которые занимаются оленеводством, но их сейчас мало осталось. Сейчас больше охотятся, рыбачат. Просто это все-таки для них это как бы и традиции, и как бы выживать им дальше по-своему надо, потому что, конечно, их можно понять. Поэтому эти ребята такие постоянно живут от сезона до сезона. А между этими сезонами они занимаются вот это, то, что они добыли, выловили, они все отправляют на большую землю, можно сказать так. И так они живут. Ну вот, а так в данный момент мы находимся вот в водохранилище Копчагай. Очень красиво здесь, погода сейчас самая шикарная, ветер вроде затихает. Мы сейчас пойдем рыбачить на судака. Всем привет! Спасибо! 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 Субтитры сделал DimaTorzok